Более 20 жилых домов затопило сегодня в селе Корсакова-2 Хабаровского района. Уровень Амура продолжает расти. На территории края подтоплено уже почти 2000 дачных и переусадебных участков. В отдельных поселениях залиты дороги. О паводке на Амуре в репортаже Виталины Кондрахиной. В Корсакова-2 Хабаровского района по улицам жители ходят на лодках уже больше двух недель. Еще немного и воды на дороге взрослому человеку будет по пояс. Горяч уже в воде. Уже все. Там у меня дальше летняя кухня. Тоже в воде сейчас. Вот эти пихточки тоже посажены. Накануне вода зашла и в дома. По подсчетам краевого МЧС в Корсакова-2 затоплено 25 жилых домов и больше двух сотен дачных участков. Топит река и грунтовые воды. Электричество в селе отключено. Брать питьевую воду из колодцев опасно. За последние 7 лет дома тонут в третий раз. Вот делал ремонт. В 2018 году уже потрескался, потому что фундамент не успевает высохнуть. Высохнуть не успевает. Мороз, лед, оно рвет его все. Вот печка была хорошая, русская печь. Вон она вся. А это денег стоит. Это ремонт. Всего в Хабаровском крае в зоне Паводка сейчас 27 населенных пунктов. Наибольшие потери в Хабаровском районе, которому подходит гребень Паводка. Единичные подтопления придомовых участков и дорог отмечаются в Нанайском, Амурском и районе имени Лозо. Максимальный уровень воды в Амуре сейчас у Хабаровска. Критическая отметка для города уже под водой. 615 сантиметров гидрологи зафиксировали утром 18 сентября. Вода за сутки поднялась на 21 сантиметр. У Комсомольска Амур поднимается медленнее 7 сантиметров за сутки. До уровня опасного явления еще больше метра. На набережной Хабаровска дамбы и ограждения вторые сутки выстраивают силами МЧС. Помогают им волонтеры. Студенты техникума будущие пожарные фасуют песок по мешкам. На рассыпку одного самосвала уходит по два часа. Строительство защитных сооружений сегодня утром осмотрел Михаил Дегтярев. Завтра горячее питание. Организуем все. Армия помогает. С нас продукты. С них кухня. Работаем. По расчетам гидрологов подъем уровня воды у Хабаровска остановится в воскресенье на отметке 6,5 метров. Из-за дождей не исключают семи. Особенность паводка в регионе в этом году – большая вода пришла слишком поздно. То есть у нас все шансы весь октябрь простоят. Да. Вот что и плохо, что мы в зиму войдем уже. Там наверху будет заморозки. Может быть даже снег делаю подъем, а вода будет стоять большая еще. Вот это вот плохо в этом году. Как долго вода продержится на территории региона, спрогнозировать сложно. Если семь лет назад паводок пришел и ушел за 36 дней, то в прошлом году его полного прохождения ждали два месяца.